Натали Палей Натали Палей Гостья из другого мира Наследница Пролог Николас, мне нужен наследник Прошу, доставь мальчишку как можно скорее Лорд Мортимер Дарвик, мастер боевых искусств Элии, немигающим взглядом уставился на крепкую высокую фигуру мага жизни Он с трудом фокусировался на ней, со злостью понимая, что через несколько минут снова потеряет сознание, а согласие мага пока не получил А может и не получит Магам жизни Элии никто не указ, кроме правителя Недавно парню исполнилось шестнадцать, хороший возраст, чтобы вложить в пустую голову необходимые знания Добавил Лорд Его голос прозвучал еле слышно, но он был уверен, что сопляк Николас Червинг его услышал Мастер Дарвик видел, с каким выражением лица тот пялился на него Это бесило, но сделать он ничего не мог Не мог выгнать наглеца из спальни Не мог запретить смотреть на него с таким раздражающим сочувствием Сейчас вся надежда была только на лорда Червинга В свою очередь Николас Червинг с трудом верил, что распластанная перед ним беспомощная фигура принадлежит великому воину империи Ему, магу жизни, было особенно тяжело наблюдать за тем, как на глазах таял тот, кто при жизни стал легендой Элии, и осознавать, что не в силах ему помочь Лорда Дарвика захватила странная хворь, с которой шестой месяц безрезультатно боролись целители и маги жизни Элии В первый раз болезнь появилась неожиданно и также внезапно через несколько дней исчезла, однако она успела измучить крепкое тренированное тело мастера, выпить из него жизненную энергию и оставить капли, которых едва хватило, чтобы он не ушел за грань Затем, с периодичностью раз в месяц, хворь на несколько дней вновь завладевала Мортимером Дарвигом, становившимся слабым и беспомощным, словно новорожденный младенец Вот и сейчас мастер Дарвиг закусил губу, чтобы не застонать и не показать, как паршиво он себя чувствует Николас Червинг пытался вылечить мастера Дарвига, ведь ранее для него не существовало неизлечимых болезней Изначально он искренне не понимал, почему другие маги жизни потерпели неудачу Однако его ждало разочарование Чтобы излечить мастера, маг привычно впал в транс Он ожидал увидеть полупрозрачное ослабленное энергетическое тело, которое он наполнит жизненной энергией, но перед его внутренним взором предстала другая картина, которую он совсем не ожидал Энергетическое тело действительно выглядело слабым и тусклым Но оно металось между уродливыми черными тенями, которые не оставляли его в покое Терзали, рвали, впивались в него щупальцами Тени — прислужники мрака Означали, что Мортимера Дарвига проклял черной хворью сильный маг, отдавший свою душу мраку А значит, любые действия мага жизни бесполезны Рано или поздно несчастный Дарвиг уйдет за грань Но сначала станет безумным Лорд Червинг в отчаянии все равно попытался спасти мастера Он кинулся между тенями, пытаясь добраться до энергетического тела жертвы, но слуги мрака насмешливо шипели, легко перемещались с места на место и ускользали от него вместе с телом Дарвига При этом он ни разу не прикоснулся к эфирному телу Николаса А в последнее время Мортимер Дарвиг стал бояться смерти Нет, не самой смерти как таковой Просто легендарный воин и мастер бой не успевал передать знания и огромное наследство достойному претенденту, которого в Элли у него не было О данном обстоятельстве в силу определенных причин знал лишь ограниченный круг доверенных лиц, в числе которых находился и Николас Червинг Именно с его помощью много лет назад младший сын герцога Мортимера Дарвига ушел в другой мир за молоденькой вертихвосткой Старший сын еще раньше уехал в далекие неизведанные земли за океан и больше от него вестей не было Наш мир разительно отличается от того мира, в котором сейчас живет ваш внук Или, может, не понравится мальчику или напугать его С сожалению, вздохнул Червинг Если мой внук не дурак, даже думать не будет, что выбрать Буркнул Дарвиг, а магу жизни показалось, что тот поморщился от боли Лорд Червинг вдруг сообразил, почему в покоях лорда темно Заболевший приказал зашторить окна, чтобы создать полумрак, мешающий посетителям его разглядеть Мортимера Дарвига явно бесило беспомощное состояние, в котором он оказался А еще больше раздражало, что посторонние могли его таким видеть «Если он настоящий Дарвиг, то его ничто не испугает», — рыкнул лорд Мортимер «Хотя, если он в своего отца...» Мужчина поморщился, но теперь от испытываемого раздражения «Если мальчик не захочет остаться, вы отпустите его?» «Полагаю, без данного обещания родители не отпустят его, а вашему слову поверят» Хозяин комнаты скрипнул зубами от ярости Никто и никогда, кроме правителя, не смел ему указывать или чего-то требовать «Я отпущу мальчика», — сдержанно проронил Дарвиг «Слово чести» Маг жизни выдохнул с облегчением Глава первая Оля вскрикнула и проснулась Она подскочила на кровать и прижала ладони к груди и испуганно уставилась в темноту Но знакомые очертания комнаты успокоили Ей просто приснился дурной сон Девушка откинула одеяло, спустила стройные ноги на коврик у кровати и потянулась к кувшину на прикроватной тумбочке Тот оказался пуст Черт! Оля вышла из комнаты и стала спускаться на первый этаж, на котором располагалась кухня Она старалась не шуметь, так как часы показывали четыре утра Она с досадой вспомнила, что не раз просила отца купить кулер и маленький холодильник на второй этаж, где находились ее комнаты и комнаты братьев Но тот всегда отказывал Отец заявлял, что тогда они, родители, вообще забудут, как выглядят их дети Зерно истины в его словах, конечно, имелось Интернет, соцсети, блоги, чаты, танцы, каратэ, школы и университет отнимали у детей Романовых все время А для общения с родителями оставался лишь час ужина Оля вдруг подумала, что совершенно не помнит, когда в последний раз разговаривала с родителями так, чтобы она рассказала о том, что происходит в ее жизни, а они что интересного случилось у них Это не по вине предков Это она вечно куда-то спешит и занята Девушке стало стыдно Семья у них хорошая, но современные реалии делали из нее похожие на другие, которые Оле не нравились В тех семьях каждый жил своей жизнью, ничего не зная о том, что происходит с самыми близкими людьми Из-за полного погружения в работу или учебу, в чужую жизнь в социальных сетях, зависания в многочисленных чатах, которые у каждого имелось по несколько десятков Вот прям сегодня, поинтересуюсь, как у всех дела Буркнула под нос Оля и усмехнулась, представив удивленные лица родителей и младших братьев Девушка спустилась в холл, повернула в коридор направо и застыла Она заметила за закрытой дверью свет на кухне В четыре утра? Очень интересно, на кого напал ночной жор? Оля решила, что увидит маму, которая всегда сидела на диетах и ходила на фитнес «По ночам, значит, наверстываем упущенное?» Пробормотала девушка, взялась за ручку двери, но не повернула Из кухни-то носились голоса, два мужских и один женский Они были взволнованные, серьезные и расстроенные Оля узнала голоса родителей, а вот третий был ей незнаком И именно сейчас он произнес «Мастер Дарвик хочет видеть старшего внука Он обещал, что силой не будет удерживать его в Элии Дал слово чести «Ники, ну это невозможно! Коленька еще маленький!» Твердо ответила мама «Это мама о младшем брате?» Догадалась Оля «Этот фонарный двухметровый столб маленький? Или она о его мозге? Вот он точно не соответствовал шестнадцатилетнему парню И едва тянул на тринадцать С его любовью к бабочкам, жукам и компьютерным играм Кэти, я всего лишь послание герцога и передаю его просьбу Похоже, ему действительно осталось недолго, поэтому он хочет увидеть наследника Демоны мрака Раздраженно процедил Сергей Романов, а Оля от удивления приоткрыла рот Отец должен понимать, что Николай не останется в Элии К тому же мой сын не приспособлен к моему миру «Какой из него наследник Дарвигов?» «Что за новое ругательство, демоны мрака?» Девушке стало смешно, но она сдержалась от хмыканья, чтобы не выдать себя «Ну, папа, даешь» «Я не поняла, кто хочет видеть нашего ботаника-геймера» «И кто чей наследник?» Оля нерешительно потопталась у двери, размышляя «Опозначить свое присутствие или повременить?» И дальше послушать занятный разговор «Ник, чем он мог заболеть?» Голос отца прозвучал недоверчиво «Отцу еще жить и жить, он прожил совсем ничего Мы с братом родились, когда ему было сто шестнадцать и сто двадцать соответственно Сейчас ему всего сто шестьдесят семь Девушка нахмурилась, потому что отец снес какой-то бред Его прокляли, Макс Тяжело вздохнул незнакомец У мастера Дарвига черная хворь Уже полгода с ним случаются приступы, во время которых он впадает в беспамятство и становится слаб, как младенец Никто не в состоянии ему помочь, даже я «Почему, Макс?» Тихо пробурчала девушка «Моего отца зовут Сергей Романов» «Я никогда не видела твоего отца, родной, но мне очень жаль» С сочувствием произнесла мама Оля решила, что пора разобраться в том, что происходит на кухне Девушка решительно дернула ручку, толкнула дверь и застыла с приоткрытым ртом На кухне расположилась троица Мама сидела за столом в домашнем платье с очень расстроенной мордашкой Рядом с ней в джинсах и майке стоял всклокоченный отец с хмурым лицом Таким Оля видела его только раз в жизни, когда получила ножевое ранение от хулиганов Посередине кухни стоял незнакомый мужчина со скрещенными на груди руками Он вызвал наибольшее изумление, потому что был одет явно в маскарадный костюм Старинный бархатный камзол с богатой золотой вышивкой Брюки несовременного кроя, какой-то средневековый берет, высокие ботфорты А сбоку прикреплена длинная шпага «Что за карнавал здесь происходит?» Медленно процедила девушка, переводя подозрительный взгляд с гостя на обескураженных родителей Девушка стала осматривать кухню На столе стояли три чашки из-под кофе И открытая коробка маминых любимых конфет, шоколадных с фисташковой начинкой Ни сигарет, ни сигар, ни кальяна, который спокойно красовался на полке за стеклянной дверцей шкафа Оля подозрительно прищурилась «Очень странно» Родители и гости обменялись многозначительными и таинственными взглядами, а после незнакомец с любопытством уставился на нее «Почему молчите?» Оля строго нахмурила брови, копируя отца «И прежде чем соврать, вспомните, чему вы нас учили» «Чему?» Отец вздохнул обреченно «Понял, что от ответа не уйти» «Мы друг другу всегда говорим правду, только правду и ничего, кроме правды, какая бы она ни была «По-моему, твои любимые слова» «Вспоминаешь, когда выгодно» Проворчал отец и нервно взъерошил пятерней уже и так лохматые волосы «А вот и нет», — возразила девушка «Я всегда говорю правду и всегда все рассказываю «Просто иногда делюсь с мамой, иногда с тобой «По ситуации» Оля фыркнула, потому что эти самые ситуации были разными «Отцу про первый поцелуй не расскажешь, маме про ножевое ранение» «Сережа, дочь, права, мы должны рассказать» Мамин голос прозвучал твердо «Тем более она давно взрослая и все поймет» «Я не сомневаюсь, что она поймет, но поверит ли?» Оля переводила взгляд с одного родителя на другого И во что она может не поверить Она столько всего знает о жизни Благодаря девятнадцатилетнему жизненному опыту Современной девушки двадцать первого века И родному интернету Что родители не догадываются Поверьте, меня сложно чем-то удивить Все это время гость пристально ее разглядывала А девушка отметила, что тот невероятно красив Просто сказочно Высокий широкопречий атлет С белокурыми длинными волосами Забранными в низкий хвост И потрясающими бирюзовыми глазами В обрамлении темных ресниц На мгновение Оля под впечатлением Даже зависла и с удивлением подумала «И откуда он такой совершенный взялся?» Раньше она не видела Ни самого мужчину, ни его фотографии А родители разговаривали с гостем запросто Как со старым другом Хотя, несмотря на старомодную бородку и усы Парень выглядел намного их моложе «Хорошо, дочь» Согласился отец и строго добавил «Надень что-то поприличнее и возвращайся для разговора» Девушка вдруг обнаружила, что на ней короткая ночная сорочка Не оставляющая простора для фантазии Смутилась и выскользнула из кухни Стараясь не смотреть на незнакомца Перепрыгивая через ступеньки Оля побежала в комнату переодеваться Уже забыв, что младшие братья спяты Нужно соблюдать тишину Когда девушка вернулась Заговорщики сидели за столом, переговаривались и пили чай Девушка жадно вдохнула знакомый аромат На что мама довольно улыбнулась И наполнила и для нее приготовленную уже чашку Имбирным чаем с медом Оля заняла пустующий стул и замерла в ожидании рассказа Девушка думала, что готова к любой неожиданной новости Но сильно ошиблась Довольно долго ей казалось, что рассказ родителей Ночного гостя, представленного ей как Николас Червинг Никак не мог оказаться правдой Глава вторая Пока родители собирались с духом Девушка придумывала несколько вариантов правды Она заметила растерянный взгляд мамы, переводимый с нее на мужчин Как та нервно теребила салфетку То сминая ее, то расправляя И решила, что догадалась О тайном увлечении родителей Судя по костюму гостя Они ролевики в историческом клубе Кто там у них обычно бывает? Лорды, мушкетеры, леди, миледи Вот, наверное, представленный ей странным именем мужчина Скорее всего изображает какого-нибудь английского лорда Средневековья По мнению Оли Романовой, чем бы взрослые не тешились Лишь бы поменьше воспитывали детей, которым стукнуло девятнадцать Поэтому девушка ничего не имела против подобного увлечения Она только расстроилась, что могла и раньше догадаться о нем Учитывая странные замашки отца Но теперь ей было понятно, откуда его раздражающие фразы Женщина, знай свое место Или просто делай то, что тебе говорят И не думай, нужно тебе это или нет Я все решил за тебя Значит, поэтому и младших братьев Отец отдал на спортивное фехтование Жаль, ее не пустил Хотя она тоже хотела Но родитель тогда в категоричной форме заявил Что это занятие не для девчонок, как и боевые искусства Которые тоже привлекали маленькую Олю Но она с детства была упряма И однажды отец вычислил, почему старшая дочка Уже которую неделю задерживается после школы И каждый день таскает с собой мешок с физкультурной формой Он узнал, что Оля втайне от родителей Уже несколько недель ходила на карате в школе О чем ты думаешь, ребенок? Гневно отчитал ее отец Ты маленькая девочка, которая вырастет в прекрасную девушку На кой черт тебе махать руками и ногами и набивать синяки Рядом с тобой всегда будет мужчина, который защитит Я хочу научиться драться Всхлипывала маленькая Оля Чтобы давать сдачу Если какой-то безумец посмеет тебя обидеть Будет иметь дело со мной Строго отвечал Сергей Романов У тебя есть отец, который никогда никому не даст Свою маленькую девочку в обиду И братья тоже всегда защитят Ты веришь мне? Конечно, она верила Оля с детства знала, что отец любого обидчика на ленточке порвет Но почему он не мог понять, что ей просто нравится карате На него записались почти все девчонки и мальчишки из класса Только ей нельзя Потому что она девочка Теперь понятно, откуда ноги росли у а-ля мушкетерская шиза Значит, отец ролевик, который увлечение прошлым смешал с реальной жизнью Колитесь уже Вздохнула Оля Хотя я и так догадалась, как дети, малые ей богу Женщины вперед Хмыкнул Сергей Романов Кто бы сомневался Поворчала Катя Не думала, что когда-нибудь придется рассказать обо всем Потому что без доказательств в это поверить сложно Но жизнь такая штука В общем, много лет назад В результате одного шуточного, на первый взгляд, ритуала я попала в другой мир Оля поджала губы и подумала Неужели я ошиблась, и они сектанты? Что за ритуалы? Когда я очнулась, увидела людей в старомодной одежде Вот в такой, как на Нике Я решила, что меня разыгрывают, но вскоре поняла, что это не так Разыгрывать меня, девчонку из детдома, было некому, да и незачем А потом я получила доказательства того, что очутилась в другом мире Им оказалась магия Оля не выдержала и скривилась В глазах появилось выражение «Неужели вы думаете, что я поверю в эту чушь?» Как позже выяснилось, девушка, колдовавшая надо мной в тот вечер, являлась потомственной ведьмой Только тогда мы не знали об этом Как и о том, что в это же время в другом мире, параллельном, другая девушка отравилась и умерла Ее маленький брат при помощи похожего ритуала решил вернуть душу в тело Что-то пошло не так, и в итоге моя душа попала в тело девушки из Элии, а ее душа в мое Так мы и прожили несколько месяцев Мам, протянула Оля Мне давно не пять и даже не пятнадцать Мне девятнадцать лет Ну что за бред ты рассказываешь? Признайтесь уже, что вы ролевики, это не стыдно Я уважаю ваш выбор, вы имеете на него право Только надеюсь, в вашем обществе нет хоббитов и троллей, и ритуалы ваши не опасные Мама говорит правду Спокойно заявил Сергей Романов Я не из этого мира, Оля Я из Элии, мира, где господствует магия Наши земли, Ли, возглавляют правителей магии У нас другие законы, правила и обычаи Наш мир жесток ко всему, что может нести угрозу для магии Оля начала сомневаться в разумности отца А выражения лиц мамы и гостя сбивали с толку Я был счастлив в своем мире, продолжал отец Мне повезло родиться в семье могущественного мага и великого воина Я учился в императорской академии на боевого мага На земле магия глушится многими факторами Вдруг заговорил гость Поэтому магам здесь жить трудно, они могут использовать лишь капли своей силы Но тем не менее, я попробую тебя убедить Мужчина встал и направился к подоконнику, на котором в одинаковых керамических горшках находились домашние комнатные растения Мамина гордость Все были разными, но цветущими Гость взял один из горшков и перенес его на кухонный стол В нем жила прекрасная клевия, которая спустя долгих пять лет наконец зацвела Будто в замедленной съемке Оля наблюдала за тем, как красивые и сильные пальцы Уверенно сгибают цветочную стрелку, на конце которой собраны в зонтике прекрасные оранжевые цветы Ломают и отрывают ее «Что за...» — девушка шокированно уставилась на гости «Ники!» — слабо вскрикнула покрасневшая от гнева мама «Ты не мог выбрать другой способ?» «Какой?» — сухо отозвался мужчина «Ты идиот!» — зло прошипела Оля, вскакивая с места Она еле сдерживалась, чтобы не наброситься на ненормального отморозка и не настучать ему по голове «Мама любила свои цветы, а Оля любила маму, и из-за нее без карате готова была любого связать в бараний рук» «Дочь!» — с возмущением процедил отец «Что ты позволяешь себе?» «А он? Ваш друг адекватный? Он сломал взрослый многолетний цветок, на который твоя жена потратила не один год ухода» «Сядь и успокойся! Ник хочет доказать, что все, о чем мы говорим, правда! А ты следи за языком и держи его там, где ему самое место!» Гость приложил к осиротившему без цветков растению часть оторванной стрелки с оранжевыми цветками Он не отрывал внимательного взгляда от девушки, которая каждым нервом чувствовала его пристальное внимание Через несколько секунд цветочная стрелка срослась и гордо смотрела в потолок кухни «Я маг жизни», — проговорил мужчина, — «испособен на гораздо большее» «Например, вернуть душу в умершее тело?» Глухо поинтересовалась Оля, чувствуя, что ноги отказывают ей, медленно усаживаясь обратно на стул Если прошло несколько минут после смерти Девушка застыла, недоверчиво разглядывая красивое лицо мага И она в это верит? Но она же не слепая, а этот парень действительно оживил сломанный цветок «Рассказывайте дальше», — хмуро попросила девушка, придвинув к себе горшок склеви и изучая его со всех сторон На глазах у остальных присутствующих она ущипнула себя за руку, тут же скривилась от боли «Я все же не сплю», — проворчала Оля, а заговорщики переглянулись Отец продолжил просвещать ее в особенности его знакомства с мамой И того, почему и как он последовал за ней в другой мир, а потом указал на мага и сказал «Сегодня второй раз за все время Николас появился в нашем мире в собственном облике» «Подождите-ка», — вскричала Оля в изумлении, уставившись на гости «Вы хотите сказать, что вы тот пацан, который хотел вернуть душу старшей сестры? Разве такое возможно?» «Я человек из плоти и крови», — хмыкнул мужчина «По-твоему, я не должен был вырасти?» «Нет, то есть да, то есть вы это он?» «Да, я это он, только немного подрос», — рассмеялся гость Девушка раздраженно фыркнула, рассматривая его во все глаза «Немного? Да ты огромный!» Глава третья Николас со смешинкой в бирюзовых глазах наблюдал за обескураженной мордашкой старшей дочери своего друга и Кэти Оля показалась ему замечательной девушкой Такой же любопытной, живой, как Кэти, и дотошной, и въедливой, как отец Жаль, что во внешности девушки не было ничего необычного Кроме длинных стройных ног, которые он успел рассмотреть, пока она красовалась на кухне в короткой сорочке Он не хотел пялиться, но вышло само собой Ну а как не смотреть, если девушка, почти в чем мать родила, заявилась на кухню А ноги у нее от ушей, с прорисованными мышцами Вообще, женщины из рода Дарвигов в Эллии были известны потрясающей красотой Только ноги их представительниц Николас увидел впервые и разочарован не был Что же касается черт лица На земле Макс Дарвиг жил с внешностью Сергея Романова Мужчина с симпатичным, но обыкновенным лицом, которое досталось и его старшей дочери Хотя, как можно считать обычной девушку с такими потрясающими светло-серыми глазами? В данный момент Оля именно этими глазами, полными искреннего изумления и опаски, уставилась на него Вы меня разыгрываете? Как ты можешь ходить между мирами? Встал и пошел, что ли? По-моему, нам всем меньше нужно смотреть фантастику Николас видел, что девчонка боролась с собой и хотела поверить, и не могла Потому что рассказанное казалось ей фантастическим бредом Оля, мы не разыгрываем тебя Кэти подошла к дочери и ласково погладила ее по плечу Я понимаю, что сложно поверить Мне тоже было сложно Когда придет время возвращаться, ты и все увидишь, и поверишь, а теперь необходимо разобраться с другим Николас решительно повернулся к друзьям Что вы решили насчет Николая? По поводу чего? Тут же вмешалась Оля Мой отец, лорд Дарвик, серьезно болен и хочет видеть старшего внука Николая Хмуро отозвался Сергей Романов А сколько ему лет? Сто шестьдесят семь Выразительный взгляд дочери сказал мужчине, что она думает по поводу такого ответа Маги Вэлли живут до трехсот лет, поэтому возраст отца средний, ему еще жить и жить А что случилось? Осторожно поинтересовалась девушка Вопрос девушке дался тяжело, поскольку предполагал, что она поверила заговорщикам Черное проклятие Резко ответил Николас Лорда Дарвига прокляли проклятием высшей степени, никто не может спасти его Он умирает Медленно, с муками Тогда надо исполнить волю умирающего Девушка встретилась со встревоженными взглядами родителей Во-первых, отец не умирающий, с этим проклятием он сможет прожить еще несколько лет Во-вторых, Николай не оправдает его надежды, связанные с наследником Даже года не хватит Почему именно год? Не поняла Оля Потому что только раз в год я могу создавать портал между нашими мирами Ответил Николас А почему вы уверены, что Коля не оправдает надежды деда? Оля вдруг подумала, что пока не привыкла к тому, что у нее есть дед Она всегда считала обоих родителей сиротами И вдруг Не было девятнадцать лет, и на тебе появился дед еще и из другого мира Маг, лорд Мастер боевых искусств Как в это поверить? Потому что я знаю, кого он ожидает увидеть Тренированную груду мускулов, идеального воина, владеющего хотя бы азами нескольких боевых искусств Жесткого, резкого, смелого Коля умеет фехтовать Напомнила Оля, но ее отец только поморщился Ты не можешь себе представить, что из себя представляют в нашем мире парни шестнадцати лет А Николай у нас к тому же мягкий и ранимый Оля вдруг ясно различила разочарование в словах отца И очень удивилась данному обстоятельству Раньше она никогда не замечала, чтобы он был недоволен сыновьями Николай Романов был добрым и ласковым мальчиком Любившим насекомых и компьютерные игры Этаким безобидным геймером-ботаником Даже фехтовал он так, словно волшебной палочкой махал На соревнованиях отец всегда сильно хмурился Но недовольство не высказывал и сыну никогда не выговаривал Мама всегда наблюдала за старшим сыном с невозмутимым выражением на лице А вот Оля с младшим братом Максимом еле сдерживали смех Потому что бывают мальчишки, не приспособленные к физическому спорту И, к сожалению, Николай Романов был из их числа Вот только отец не сдавался и надеялся Что рано или поздно Николай станет прекрасным фехтовальщиком За год лорд Дарвик закалит его характер Спокойно заявил ночной гость А через год мальчик вернется Закалит? Мрачно отозвался отец Ты хотел сказать, в котлету превратит Знаю я его методы Нет Решительно ответила мама Я против Я тоже не переживай Кивнул Романов Так как представляю и реакцию отца, который будет не рад И возможности Коли, который будет в ужасе Ну тогда я вернусь один и передам лорду Мортимеру, что вы не отпустили мальчика Пожал плечами Николас Уговаривать вас не буду Почему один? Оля вскинула загоревшиеся вмиг глаза Возьми меня с собой Я с удовольствием познакомлюсь с дедом Я же не должна иметь гору мускулов и владеть воинским искусством Он полюбит меня и такой Покажу ему, как умею вышивать крестиком и утюжить стрелки на брюках Или на фортепиано сыграю К сожалению, ты так и не научилась делать ни первое, ни второе, ни третье Со скепсисом ответила мама От твоей игры лорда Мортимера точно удар хватит? Да, здесь она была права Почему-то Бог решил, что музыкальный слух Ольге Романовой не нужен И напрочь лишил ее этого таланта, о чем на протяжении семи лет твердили родителям в музыкальной школе Только отца заела Дочь должна играть на фортепиано Ну, раз должна, она и играет Только похоже больше на чужих нервах, чем на прекрасном инструменте Ты не понимаешь, как там опасно Резко вмешался отец Тебе точно нечего делать, Вэлли Долина язык землянки двадцать первого века до добра не доведет, только до плахи До плахи? Оля изумленно уставилась на отца У вас казнят людей? Казнят Мрачно ответил отец, а бледное лицо мамы и серьезное Николаса подтвердили его слова И пытают тоже Поэтому свою дочь, воспитанную в другом мире, я никогда, Вэллию, не отпущу Наш мир суров Женщины подчиняются мужчинам Их жизнь похожа на жизнь ваших женщин прошлых веков Ты не сможешь с этим мириться, да и с отцом ужиться тоже Он будет не рад тебе С твоим-то характером и привычкой говорить то, что думаешь А у отца деспотичный и эгоистичный характер Я же родная внучка, единственная Может быть, мы найдем с ним общий язык? Не найдете Лорд Дарвик знает о твоем существовании, но от тобой не заинтересовался И попросил привезти именно старшего внука Вставил свое слово Николас Червинг И я не удивлен его просьбе Герцогу нужен наследник А женщина у нас во главе рода не становится Мой дед Жена-ненавистник? Нет Поморщился и на мирный гость Просто Вэлли у женщины особое положение Бесправного существа? Ну почему же? Просто по мнению многих мужчин, в том числе и герцога Мортимера Дарвига Женщина создана для облегчения и украшения их жизни Вы сейчас серьезно? Серьезней некуда Некоторое время на кухне стояло тяжелое молчание Слышно было лишь взволнованное дыхание людей, собравшихся вместе Оля же размышляла Желание увидеть деда и другой мир, еще недавно поглотивший ее, почти сошло на нет Но Она всегда была авантюристкой Благодаря неугомонному характеру, несмотря на жесткий контроль со стороны отца Умудрялась вляпываться в разные неприятности даже в их спокойном городке Значит, я пойду под именем брата и попробую подружиться с дедом Задумчиво проговорила девушка и с трудом, сдерживая хитрую улыбку, добавила, не отрывая глаз от красивого лица гостя План такой Я втираюсь к деду в доверие Ворую все его золото и устраиваю в вашем мире революцию В результате вся власть переходит к женщинам и наступит матриархат Николас Червинг уставился на нее в ушеломлении, а родители рассмеялись, разрядив напряженную атмосферу Оля Сергей Романов сукаризный посмотрел на хулиганку Ты в своем репертуаре Вот именно из-за таких шуток в моем мире тебя и могут казнить Это она пошутила? Хмыкнул Николас Какие шутки? Я уже планирую, как свергну вашего ограниченного во взглядах короля и установлю свои правила С серьезным лицом проговорила девушка Вся власть женщинам, каждой жене по три мужа, чтобы один картошку чистил, второй деньги зарабатывал, ну а третий для радости А я стану королевой, хотя нет, лучше народным предводителем угнетенного населения У нас будет демократия Девушка с тайным злорадством наблюдала за шокированным лицом гостя Мама закатила глаза, папа нахмурился То, что ты говоришь, не смешно В Элии тебя за подобную крамолу в темницу посадят и язык отрежут Оля вздохнула Пап, я все поняла и прониклась И сейчас, конечно, шучу Но как я могу упустить такую возможность? Ты только подумай Я могу попасть в другой мир Позвольте мне пойти с Николасом Всего лишь на годик Родители переглянулись, а Николас внимательно осмотрел девушку Среднего роста Со спортивной стройной фигурой, маленькой грудью Она и впрямь могла сойти за шестнадцатилетнего парня Темные, слегка вьющиеся волосы, чуть ниже ушей, правда, были коротковаты У них мужчины носят волосы длинней Но это не проблема, оправдание можно придумать Голос для подростка тоже сойдет И характер решительный и боевой Может, и получится Однако его смущал срок, в течение которого Оли придется изображать брата Николая Лорд Дарвик далеко не дурак и быстро раскроет ее И сможет ли слабая девушка выдержать год в их мире? Этот вопрос он и задал обескураженным родителям И возбужденной от принятого решения Оли Согласен, это долго Ответил Сергей Романов Оли не продержаться в облике парня целый год А как отец отнесется к ней, когда узнает, что она внучка, а не внук, только Богу известно Не убьет же он меня? Не убьет Но, во-первых, жутко разозлится за обман Во-вторых, может и отправить в храм Девы Непорочной Где ты проведешь остаток жизни в заточении Лицо девушки вытянулось от недоверия Лорд Дарвик дал слово чести, что отпустят внука, если тот не захочет оставаться в нашем мире Вмешался Ник, хотя уже понимал, что вернется в гордом одиночестве Внука, не внучку Мрачно подчеркнул тот, кого в другом мире звали Макс Дарвик И кто прекрасно знал характер отца И никто не сможет упрекнуть, если он ее не отпустит Что ж, мне пора Тогда увидимся через год Вздохнул гость Надеюсь, что лорду Дарвику не станет хуже, и он когда-нибудь увидит внуков А ты, Макс, за этот год приведи парня в порядок и подготовь его к встрече Мастер от меня так просто не отстанет Гость из другого мира достал из кармана камень-артефакт перемещения Который сам же изобрел и по максимуму наполнил его магией Камень мягко засветился С каждой секундой свечение усиливалось, а через пару мгновений открылся портал, вход в другой мир Который смутно проглядывался за серой дымкой, скрывающей то, что находилось с другой стороны Оля завороженно уставилась на вход в другой мир, окруженный мягким свечением Краем сознания девушка отмечала, как Николас прощается с ее родителями Как повернулся к ней и что-то произнес «Значит, все правда. Другой мир, дед, магия. Правда. Она может сделать шаг и увидеть все собственными глазами» Оля осмотрела себя. На ней домашнее платье и тапочки Она не может в таком виде появиться в другом мире И она абсолютно не готова морально, а там ее ждет жестокий и опасный мир Незнакомый, магический Наверное, удивительный И такой манящий Ночной гость улыбнулся с сожалением, повернулся спиной и шагнул ко входу в свой мир А девушка словно очнулась от ступора, собралась с духом, решительно подскочила к Николасу Червингу и вцепилась в его бархатный сюртук «Что, он мне платье не найдет нормальное? И туфли? Или вообще подберет для меня мужскую одежду, ведь я вместо брата буду? Я хочу в гости к деду и не могу упустить такую возможность» Мам, пап, не злитесь Через год увидимся Помните, что я большая и разумная девочка Своим неожиданным приближением Оля толкнула Николаса, который по инерции сделал несколько шагов вперед Они прошли светящийся рубеж, и портал схлопнулся за их спинами В ушах у девушки стоял испуганный вскрик матери и разъяренный отца «Оля! Назад, сумасшедшая!» Но было поздно